Мягко говоря, странная поездка или, скажем так, вылазка Саакашвили в Грузию из Украины продолжает обрастать новыми слухами и подробностями, которые еще больше запутывают дело. Как известно, в Грузии Саакашвили арестован в связи с тем, что он нарушал. Он обвинен по трем статьям местного закона, на него три уголовных дела, но это такое дело, это дело грузин. Второе дело, то, что он попал на территорию Грузии, минуя грузинскую погранслужбу. Вот они сейчас с этим разбираются. По всей видимости, он был на пароме Черноморск-Батуми, который очень сильно, кстати, досматривается, что с грузинской стороны, в одном из грузовиков, которые, кстати, попадают под сканер, как минимум, в Украине. И он там не был обнаружен. Очень интересно. Так вот, в связи с этим, третье обстоятельство. А третье обстоятельство такое, что, по данным украинской погранслужбы, никакой гражданин Саакашвили Украину не покидал. То есть, если он попал в Грузию, соответственно, он сделал это нелегально. Чем нарушил законы теперь уже Украины. И в связи с этим, уже отстранен начальник погранслужбы Украины в Черноморске, просто потому, что его ребята тупо то ли прошляпили, то ли не захотели увидеть в упор Саакашвили на этом пароме. Как это произошло, сейчас разбирается следствие. Соответственно, Саакашвили начудил не только в Грузии, но и в Украине. Чем это все для него выльется, это второй вопрос. Я вообще не понимаю, честно говоря, если честно, я не понимаю, чего он туда ехал. Вот посмотрите, он, наверное, рассчитывал, что возмущенные перебегом голосования, так сказать, грузины выйдут на улицы массово и святут существующую в Грузии власть. Ну, тогда он ничего, как бы не знает о собственной стране, потому что а, его партия проиграла на выборах, это уже очевидно, они там добрали плюс-минус, грубо говоря, 30% голосов, а партия Иванишвили набрала 45-47-48%. Ну, они сейчас посчитают, и будет точно это количество. То есть, ну, оно в полтора раза больше, чем то, что набрала партия Саакашвили, что абсолютно очевидно говорит о том, что, по всей видимости, Миша в Грузии больше не очень-то и популярен. Во-вторых, я не слышу сейчас голосов за то, чтобы там чуть не поднимать восстание, приходить в тюрьме, освобождать его, этого всего вообще нет. То есть, грузины как-то, ну, проиграла партия, то и проиграла. Он как у нас в Украине. Ну, проиграла партия Порошенко выборы. Ну, проиграла, то и проиграла. Что случилось? Ничего. Так и там, проиграл он выборы, ну, что произошло? Да ничего не произошло. Ну, еще один человек проиграл выборы, вместо него есть другие. Кстати, не менее патриотично, я почему-то подозреваю. Таким образом, мне вообще непонятно, сама вот цепочка рассуждений Саакашвили, а почему он ехал в Грузию, на что он рассчитывал. Он рассчитывал на то, что, видимо, не, видимо, он это как бы все планировал следующим образом, что разница между партией власти и его партией будет где-то там полпроцента процент, что можно будет обвинить партию власти в том, что они украли выборы, украв там-сям по полпроцента голосов, и, соответственно, на волне народного гнева, возмущения, зайти с толпой своих сторонников в парламент, и то ли захватить его, я не знаю, я не понимаю, что он дальше хотел делать. Как он рассчитывал? Вторую революцию Рос сделать? Типа, как было тогда против Шеварнадзе? Ну, может быть, не знаю. Факт тот, что это не то, что не получилось, это даже не вышло в зародыше, вообще никто не вышел никуда, но я не слышал, об этом ничего не пишут, ничего не показывают, знаете, говорят в Украине за вооружение, этого ничего нет. Может, будет? Может, будет после второго тура мэра Тбилиси? Не знаю. Но пока я не вижу абсолютно ничего. Опять-таки, никого нет возле тюрьмы с тем, чтобы протестовать, чтобы его освобождать и так далее. А если ты не понимаешь, насколько ты популярен, если ты не понимаешь, что происходит у тебя в стране, или у тебя на родине, потому что он уже гражданин Украины, так зачем ты вообще туда ехал, если ты не в курсе, не понимаешь? То есть, гораздо больше вопросов, чем ответов с этой поездкой Саакашвили в Грузию, на что он рассчитывал, вообще непонятно, на то, что американцы будут с Грузией портить отношения, или Украина, и заставят грузинское правительство уйти в отставку, или что, что, это глупость, все, никто этого делать, конечно, не будет, из-за одного Саакашвили. То есть, с моей точки зрения, это был абсолютно необдуманный шаг, я бы хотелось бы ошибаться, но пока что это видно так, как абсолютно необдуманный шаг, политика, которая уже слабо себе представляет процессы у него в его собственной стране. Но пока что это выглядит именно так. Субтитры создавал DimaTorzok